Друзья, всем привет! Вы на канале Gigi. Меня зовут Влад и сегодня у нас очередной заезд. Поедет британец. Это Land Rover Defender 110. Машина мне уже прекрасно знакома. Думаю, так же, как и вам. Очень круто сделано. Прям масса аксессуаров у автора. И я думаю, что у него не должно возникнуть каких-то сложностей. Потому что еще на моменте в восьмом сезоне, когда я тащил на этом внедорожнике большой вилочный погрузчик. Ну как, для него большой, да? Он ехал очень неплохо. То есть резина у него прям очень цепкая. Возможно, эта машинка сможет составить конкуренцию тому Land Cruiser, который у нас очень легко забрался по этому подъему. Ну, в принципе, пока все к этому и идет. Смотрите, как просто ползет. Никак не могу понять, почему авторы не смогли договориться с Land Rover, чтобы сделать вот такую вот классику в DLC. Потому что короткая версия есть, а вот длинного пятидверного, к сожалению, нет. Что, и здесь прям затащат? Смотрите, что делает, а? Это будет самый быстрый и короткий заезд. Очень цепкая резина. Вот камера, конечно, между скал, сноураннеры вообще в узких пространствах никчемная. Хочешь сделать хорошие ракурсы, а вместо этого получается кусочек скалы или вид с крыши. Я как-то смело Defender потащил вперед. У меня еще остался 800-й скаут. Конечно, вопрос, как тот будет подниматься. Может быть, все-таки резина сделает свое дело. И машина заберется тоже нормально. С дифференциалом не получается, а что, если просто ходом? Сзади колеса встали в паузу и не хотят крутиться. С другой стороны, я напомню, что я снимаю это, ну, фактически одним дублем, можно сказать. То есть я не перегружаю карты. И сейчас Defender идет последним на раскатанной поверхности. Очень быстрый подъем. Но вот здесь немного машина пасует. Можно попробовать вот там, конечно, подзабраться, если получится. Сейчас аккуратно сдать назад. Красивый, модный бампер. Задевает, а камни, к сожалению, низкий. Если вот так попробовать... Слушайте, а у Defender тоже есть предел. Чуть-чуть ему не хватает, даже вот на максималке. Что с топливом? Тоже подсожрали мы неплохо. За время пути и... Ну, я не думаю, что за короткий подъем вот здесь мы как-то много совсем там чего-то скушали. Да, прям в том месте, где я совершенно не ожидал. Давайте заберу в копилку. Машина-то и подзастряла. Салон тоже очень прикольно сделан. Обратите внимание, какие сидения такие более спортивные. Приборная панелька. Так, здесь бы не упасть. То есть сейчас допоказываюсь. Ну и клаксон. Провалилось, наверное, переднее вот это колесо окончательно вниз. Ну, как-то будет обидно за ландровер, если он вот здесь у нас и не заедет. Может попробовать с этой стороны? Нет, здесь камень вообще очень высокий. Подвеска даже у такого проходимца все равно не имеет таких огромных ходов. Значит, пока на первом месте у нас все-таки Тойота. Там какая-то совсем магическая, дивная резина. Давай, 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 давай. Сам заехал все-таки. Молодец. Только я похвалил Тойоту. Надо было это раньше сделать. И Defender заполз. Второе место. Как думаете? Мне кажется, что заслужено. Потому что два японца. Я имею в виду Исудзу и Митсубиси. Все-таки немножко проигрывают ему. За сколько мы заехали? Ну, где-то минут за шесть. Давайте попробую тогда и наш скаут загнать сюда сразу. Получится три таких ролика. Ну, согласитесь, что с вот такой резиной машины смотрятся совершенно по-другому, чем с базовой. Напомню, что это модификация. И сейчас аккуратненько буду проверять, насколько хватит такой, в кавычках, штатной машине сил, чтобы заехать по этому подъему. У меня ощущение, что автор немножечко подкрутил его валкость, потому что, помните, на высокой подвеске 800-й скаут обычно очень легко опрокидывался. Ну, чуть-чуть еще. Давай, прям практически заехал, если малым ходом. Не, не хватает ему немножко. Ладно. Попробуем тогда большим ходом. И задние и передние колеса упираются в препятствие. И таким образом никак он не поднимется. Практически. Чуть-чуть и подцепился бы. Может быть, попробовать вот через правую сторону проехать. Камера, опустись. Так, блокировка всегда. Я пытаюсь ее нажать и включить. Ну, пока чудо не происходит. Скаут ведет себя абсолютно по-игровому. То есть, нет такой сверхпроходимости. Я смотрю, все такие обидчивые. Как только скажешь, что не заезжает, раз, сразу и заехал. Бамперу, конечно, досталось. Получится вот так прям сразу и резко. Если опрокидываться, то вы наверняка уже догадываетесь, какую я машину возьму для того, чтобы провести эту небольшую спасательную операцию. Естественно, это будет Toyota. А если малым ходом? Стоп. Поворачиваем. К сожалению, не могу выключить. Оп, осторожно. Див. Все колеса будут крутиться с одинаковой скоростью. Вот можно на автомате немножко попробовать. О, отлично, отлично. Не падать. Как вы думаете, в этом месте штатный скаут уже опрокинулся? Смотрите, что творит. У этого тоже липучки хорошие. Прямо машинка прилипает. Как бы, друзья, не второе место. Это нормально для нашей ситуации. вот здесь у нас подзастрял Defender. Здесь, конечно, база более короткая. Да, друзья, смотрите, как он забрался легонечко прямо. Ну, и вот так заканчивается история моего подъема в этой локации. Сказал я и застрял. Но, с другой стороны, это не все внедорожники, которые я хотел сюда поднять. В ближайшее время здесь будет еще несколько пикапов и внедорожников. Заедет сейчас, заедет. С такой цепкой резины это запросто. Друзья, ну что, давайте тогда проголосуем. Сделаю обязательно голосовалку. Как вы считаете, по вашему мнению, какая машина забралась на этот подъем лучше всего? Складывайте свое мнение из нескольких критериев легко, просто, красиво и быстро. Ну, а там посмотрим, кто выиграет. Все, буду с вами прощаться. Всем удачи, всем пока и увидимся в следующих рейсах. Субтитры создавал DimaTorzok